На мосту Саратов-Энгельс начались работы по реконструкции опор. В этом году они ведутся со стороны левого берега от Энгельса. Для рабочих соорудили специальные понтоны, на них работают строители, а также установили подъемный кран. Сначала на объекте завершат штукатурку, затем будет производиться покраска. Не ремонтировали опоры уже много лет. Также известно, что работы ведутся не только под, но и на мосту. Здесь планируется замена асфальтобетонного покрытия. Сам мост закрывать из ремонта не будут, процесс будет идти ночью. Дорожники сейчас также ждут окончания монтажа контактной сети. По просьбам жителей на мост возвратят девятый троллейбус. Спикер Госдумы Вячеслав Володин осмотрел строящуюся инфекционную больницу в Саратове. Сейчас в корпусах идет отделка, объявлены аукционы на поставку медицинского оборудования. На объекте работают 270 человек, сообщает информагентство «Саратов-24». Строительно-монтажные работы планируется завершить в июле. После начнутся пусконаладочные работы. А в сентябре – укомплектование оборудованием и затем запуск самой больницы. Также начинается и благоустройство территории. Если больница будет введена в сентябре, она разгрузит другие городские областные больницы, приняв сюда пациентов с инфекцией, заявил Вячеслав Володин. В Саратове проходит первенство Приволжского федерального округа по теннису. Спортсмены сражаются на открытом воздухе на кортах в городском парке. Как сообщили организаторы, напольное покрытие на состязаниях схоже с покрытием, которое использовалось на турнире «Большого шлема», который недавно завершился в Париже. В жару его поливают, так как в сухом состоянии грунт становится скользким. Также из-за высокой температуры на улице все соревнования всю неделю начинались рано утром. На первенство Приволжского федерального округа приехали 60 участников из разных регионов, в том числе из Москвы, Сочи, Кисловодской и Самарской области. Саратовские спортсмены показали неплохой результат. В смешанном парном разряде они боролись за третье место.